Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема – педагогический коллектив как объект субъект управления. Сегодня мы рассмотрим такие вопросы, как педагогический коллектив, как целостное образование и объект управления качеством образования, целостность человеческих ресурсов, управление педагогическим коллективом. Коллектив – это объединение людей, связанных едиными целями, единой деятельностью, деловыми отношениями и добивающихся определенных результатов. В образовательных учреждениях функционируют два самостоятельных и в то же время тесно взаимосвязанных коллектива. Это коллектив учащихся и коллектив педагогов, каждый из которых имеет свои задачи, свое содержание деятельности, свою систему взаимоотношений и свой функционал. Также коллектив – это сообщество, объединенное общими целями людей, достигших в процессе совместной деятельности определенного уровня развития. Признаками трудового коллектива являются общность интересов всех его членов, единая цель, совместная деятельность по достижению этой цели, определенная организационная структура коллектива, наличие отношений руководства и подчинения, психологический климат. В своем формировании и развитии трудовой коллектив проходит три основных этапа. На первом этапе происходит взаимное знакомство его членов, на этом этапе большинство требований исходит от руководителя. На втором этапе завершается знакомство и изучение членов коллектива. В общих чертах складывается неофициальная структура коллектива, образуется актив, может образоваться и пассив. Руководитель может управлять коллективом и предъявлять к нему требования не только лично, но и через неформальных лидеров. На третьем этапе сознательность и активность работников достигают приблизительно одинаково высокого уровня. Требования руководителя и неформальных лидеров воспринимаются как естественные и понятные для всех членов коллектива. Характерная черта данного этапа – достижение сочетания групповых и личных интересов. Педагогическая деятельность коллектива учителей протекает тесно взаимодействие с коллективом школьников. Решение педагогических задач зависит от того, в какой степени и как используется воспитательный потенциал ученического коллектива. В категориях науки, управления и системного подхода педагогический коллектив является управляющей системой, а ученический коллектив – управляемый. Учительский коллектив, в силу имеющегося огромного интеллектуального воспитательного потенциала, безусловно, выступает в субъектном воспитании не только по отношению к детскому коллективу, но и по отношению к самому себе. Субъект-субъектные отношения, складывающиеся в общешкольном коллективе, наиболее полно характеризуют современное состояние школы как воспитательной системой. Педагогический коллектив является организацией самоуправляемой, так как основные принципиальные вопросы жизни и деятельности педагогического коллектива являются предметом обсуждения на различных уровнях управления. К подтверждению этому, деятелям совета школы, педагогического совета, методических комиссий, общественных организаций, делегирование полномочий по вертикали, рядовым учителям создают необходимые предпосылки для формирования положительного общественного мнения в коллективе, развития самостоятельности и инициатив. В функциональной обязанности членов педагогического коллектива, его руководители, четко определены, должностные инструкции обязательны для выполнения, отработаны формы контроля и самоконтроля. Педагогический коллектив отличается и коллективным характером труда, и коллективной ответственностью за результаты педагогической деятельности. Индивидуальные усилия отдельных учителей, особенно на средней и старшей ступенях обучения, не принесут желаемых успехов, если не согласованы с действиями других педагогов, если нет единства действий, требований в организации режима для школы в оценке качества знаний учащихся. Единство учителей может проявляться в ценностных ориентациях, взглядах, убеждениях, но это не означает, однако, однообразие в технологии педагогической деятельности. Такие педагогические ценности, как любовь к ребенку, желание научить его, уважение к личности, педагогическое творчество, оптимизм, общая профессиональная культура создают ту базу, на которой основывается единство действий учителей. Вторая проблема, то есть второй вопрос сегодняшней лекции, это целостность человеческих ресурсов в управлении педагогическим коллективом. Человеческий ресурс является одним из важнейших ресурсов практически любой организации, поскольку так или иначе огромную часть работы выполняют именно люди. Управление человеческим ресурсом представляет собой целенаправленное, организованное воздействие на сотрудников компании, целью которого является обеспечение наиболее эффективного функционирования организации, а также удовлетворение интересов рабочего коллектива и потребности отдельно взятого сотрудника. Педагогический персонал образовательной организации – это организованная часть трудового коллектива, включенная в процесс реализации осуществляемых им педагогических функций и представленные учителями, социальными педагогами и педагогами-психологами, воспитателями, классными руководителями, педагогами дополнительного образования и другими педагогическими специалистами и также самой администрацией школы. Важнейшим свойством управления человеческими ресурсами является системность. HRM представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов, соответствующих следующим принципам. Первое – целостность, наличие глубинных внутренних связей между отдельными элементами. При этом сама система управления человеческими ресурсами является важным системным элементом образовательной организации. Второе – иерархичность строения и структурированность. В HRM выделяются управляющие, управляемые и обеспечивающие элементы, между которыми установлены устойчивые связи. Третье – множественность, наличие множества разнообразных экономических, социальных, управленческих и иных моделей, позволяющих описать отдельные элементы и систему в целом. Функциональность любой структуры тесно связана с функцией системы. Управление человеческим ресурсом включает в себя такие процессы, как организационное планирование, включает распределение ответственности и ролей, документирование, определение отношений, подчинение, идентификацию, набор персонала, отбор человеческих ресурсов, требуемых для выполнения определенных работ, как извне, так и изнутри компании, обеспечение организацией заинтересованными и перспективными кадрами. Третье – обучение персонала, развитие методами дополнительного образования, индивидуальных и групповых компетенций, необходимых для повышения качества работы, эффективности ее выполнения, организация приемлемых условий труда, развитие корпоративной этики и корпоративной культуры в целом. Существует несколько наиболее популярных типов управления человеческим ресурсом, используемых в развитых странах. Первое – это управление по результатам. Это система управления заданием результатов при децентрализованной организации руководства. Это корпоративный центр прибыли, управление посредством мотивации. Модель опирается на изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, а также на возможность интеграции мотивации с производственными требованиями и целями предприятия. Следующее – управление посредством мотивации. Модель опирается на изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, а также на возможной интеграции. Об этом мы уже говорили. Управление на основе делегирования. Его еще называют гардсбургской моделью. Полномочия. Извините, здесь повторилось. Следующее управление на основе делегирования. Это гардсбургская модель. Полномочия передаются с более высокого на более низкий уровень. Партиципативное управление. Модель основывается на методологии участия сотрудника в делах фирмы. Следующее предпринимательское управление. Внутри организации развивается предпринимательская активность. Каждый ее член должен стать создателем чего-то нового, творцом, инноватором. И последнее рефлексивное управление. Это современный метод, который соответствует современной парадигме субъектности в отношениях. Основанный на опоре не на материальные ресурсы организации, а на индивидуальные особенности ее персонала. В первую очередь руководителя. Для эффективного управления педагогическим коллективом в образовательной организации важно опираться на научные подходы и особенности человеческого потенциала. Какие есть особенности человеческого потенциала? Это системность. Человеческий потенциал обладает системными свойствами. Не может сводиться к простой сумме перечень качеств людей. Внешняя обусловленность. Для формирования реализации человеческого потенциала определяющее значение, как правило, имеют внешние по отношению к нему условия и факторы характера среды его существования. Следующая непрозрачность. Для человеческого потенциала характерна наличие скрытых свойств, которые при изменении определенных условий могут проявиться. И последняя стратегичность. Свойства человеческого потенциала обуславливают возможности человеческого развития. Эти особенности отражаются в работах как на ближайшую перспективу, так и в более отдаленном будущем. Управление человеческим потенциалом образовательной организации возможно в том случае, если руководители организации и руководители структурных подразделений понимают, что представляет из себя этот феномен как человеческий потенциал основного персонала учреждений, педагогических работников, на которых непосредственно возложено. Первое – это организация учебно-воспитательного процесса. Следующее – введение вне классной работы с обучающимися. Формирование учебно-методических комплектов для методического обеспечения образовательного процесса и используемых педагогических технологий для его успешной реализации. Организация процедур, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. Проферментационная работа. Педагогический коллектив, реализуя образовательную программу, обязан обеспечивать качественную подготовку обучающихся. А для этого необходимо постоянно повышать уровень своих квалификаций, осваивать новые виды деятельности в рамках профессионального поля. То руководству образовательных организаций необходимо приоритировать структуру и содержание человеческого потенциала педагогического коллектива и данные наработки в управленческой практике. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Вам даны контрольные вопросы по содержанию этой лекции. Вы должны ответить письменно на эти вопросы и отправить мне на почту для оценивания ваших ответов. На этом все. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Продолжение следует...